Спасибо за просмотр! И буквально через пару мгновений начнем говорить о книге «Эхо Москвы. Непридуманная история». Ну, было бы странно с моей стороны отнимать слово у Алексеевича Венедиктова. Я не осмелюсь задать за такую смелость. Поэтому я передам ему слово и попрошу немного рассказать об этой книге, об этом проекте и о том, как мы сегодня поговорим. Спасибо большое, спасибо, что пришли. Не ожидал столько народа. Значит, я представлю сначала наших коллег. Алексей Нарышкин. Алексей Соломин, Алексей Венедиктов, Алексей Дымарский. И ждем Алексея Кабаладзе, который сейчас пишет эфир со Светой Сорокиной, он должен подойти. Ну, на самом деле, скажу вам честно, я книгу еще не видел. Я держал ее в руках сейчас один раз, подписывая одному человеку. И все. История этой книги совсем удивительная, потому что ни в каком плане эта книга у нас не стояла. И где-то в мае месяце ко мне подошла самый молодой член нашей команды, пресловутая Леся Рябцева, не к ночи будет помянута, и сказала, послушайте, она сказала, вам 25 лет радиостанции, а мне 24, и мы никогда про радиостанцию с вами не говорили. Я вообще не знаю, какая она и как она начиналась. Я говорю, я чем-то занимался таким серьезным, типа слева президент, справа там не помню кто. Я сказал, ну и делай сама. И после этого она начала все это делать, она начала собирать интервью, она заставляла людей писать статьи, и вот что-то такое получилось. Повторяю, я еще правильно, и Дымарский тоже еще не видел. Кто-то писал, кто-то отказывался писать, но книга, как мне рассказывают, получилась странная, потому что абсолютно разные люди рассказывали. Ты писал вообще? Да. Алексей Соломин, наш корреспондент, который работает в пуле президента Путина и премьер-министра Медведева, пусть он сам расскажет, что он написал. У меня там небольшая история, так получилось, ограничили меня в количестве знаков, а рассказать было много чего. Я рассказал о том, как появилась программа «Гонопольская», как в ней оказались мы с Алексеем Нарышкиным, но и, конечно, значительную часть посвятил своей работе в пуле. Многие, наверное, думают, что корреспондент, который пристроен в премьерский или президентский пул, обычно просто ездит по колхозам или по полям и смотрит, как первое лицо государства садится в комбайн, едет и живописно все это рассказывает. На самом деле нет, потому что работа журналистов в пуле немного более сложная. И есть паркет, так называемый, которым вынуждены заниматься агентства и передавать каждую новость, любое событие, которое происходит с первым лицом или вторым лицом. А мы там набираем связи, общаемся со спикерами, с ньюсмейкерами, генерируем новости какие-то, спрашиваем их о чем-то. Потому что министры, которых вы видите по телевизору, которые с кучей охраны обычно всегда ходят, они действительно охраняемые лица, там превращают, они оставляют свои майбахи в стране. И перед вами обычный совершенный человек в пиджаке разве что, с которым можно делать все, что угодно, спрашивать его о чем угодно, терзать его о чем угодно и так далее. Некоторые нас не любят и откровенно говорят мне в лицо, какие мы плохие, вот Венедиктов туда-сюда, что он себе позволяет. Можно только улыбаться им в лицо и радоваться тому, что они такую странную позицию занимают. Некоторые, наоборот, слова охотливые, не всегда, правда, под запись что-то говорят, но с прессой общаются министры достаточно хорошо. Хорошо. Была смешная история в Калуге, когда, просто чтобы вы понимали, как это организовано, после каких-то там встреч премьер-министру, условно, с премьер-министром другой страны, проходит маленький брифинг, там два вопроса, условно, да. Обычно выбирается какой-нибудь корреспондент, которому все остальные журналисты наваливают кучу вопросов, и вот этот корреспондент, он, ну то есть этот корреспондент выбирается, изначально известно, кто будет задавать вопрос. Смешно было вот в Калуге с Азаровым, когда был он еще премьер-министром, еще и не думал ни о каком Майдане, еще стремился в Евросоюз туда, я задавал вопрос обоим премьер-министрам, рядом с нами оказался Андрей Костин, сидел рядом со мной на кресле, буквально, Андрей Леонидович Костин, глава ВТБ, он говорит, я-то знаю, что уже все, я знаю, что у меня будет вопрос, что мне будут задавать этот вопрос. Он мне в шутку говорит, ну что, ты будешь задавать вопрос? Я говорю, ну попробуем, конечно, хорошо. Проходит пресс-конференция, приходит пора моего вопроса, там Наталья Александровна Тимакова стоит где-то вдалеке, я ее не вижу, потому что куча чиновников перед нами, их так посадили, не знаю, почему так произошло. Я поднимаю руку, соответственно, она меня, естественно, не видит, потому что Костин испуганными глазами на меня смотрит и говорит, тебя же не видно, тяни руку выше, тяни руку выше, давай, давай, вопрос. Я говорю, Андрей Леонидович, спокойно, успокойтесь, все, парень. Он мне смотрит, говорит, а что это у вас, все схвачено, что ли? Я говорю, ну а как вы, хозяин, конечно, схвачено. Вот такая работа, Алексей Соломин, и там есть его, как я понимаю, история. Твоя история там есть, Леша? Да, моя история. Алексей Нарышкин. Коллега Соломина, Демарцкого и Венедиктова. В отличие, кстати, от Венедиктова, я книгу уже в руках держал, убедился просто, что мой текст туда вошел, в итоговое издание. Очень приятно, у меня там всего лишь одна страничка. Я написал, ну, как мог, про людей. На самом деле, 8 лет назад я пришел и вот смотрю, как люди работают, как они меняются. Люди на самом деле меняются, по крайней мере, для меня. Главное, что эхо – это живой организм, все продолжает бурлить. Мне на эхо за эти 8 лет никогда не было скучно, потому что, ну, я качу из одной службы в другую. Появляются какие-то новые проекты, которые Венедиктов меня, в частности, впихивает, впихивает, хорошее слово, дает возможность мне поучаствовать. Но на эхо Москвы я пришел изначально как звукорежиссер и начал узнавать радиостанцию с технической стороны. И был, честно сказать, сначала довольно таким, ну, как мне казалось, борзым звукорежиссером, потому что, ну, я получал высшее образование как специалист именно по звукорежиссуре. А большинство моих коллег, которые сейчас работают, у них довольно разное непрофильное образование, но работали мы вместе. Я почему-то себя ставил с ними, ну, я почему-то себя ставил всегда их выше, первые годы моей работы выше в техническом плане. Я все знаю, я знаю, как называется этот прибор, а вы только можете на практике. Чтобы вы понимали, они все приходят молодые и наглые, вот все они знают, а мы, кто там 20 лет работаем, ни черта не знаем. Вот это пример такой. Я помню, несколько месяцев я работал, и у нас есть маленькая студия, где пишутся и материалы информационные для программы эхо, которые вы знаете, новости наши, и такие рубрики большие. Помню, как я делал программу экономика, если кто понимает, о чем речь, это здорово. Я вот как сейчас помню, это было 8 лет назад, пришла Аня Князева, наша ведущая, записала программу, я ее монтирую, и ко мне приводят Горбачева. Приводят Горбачева записать какой-то маленький фрагмент для какой-то там передачи, просто в архив, чтобы это лежало. И наш продюсер, по-моему, это была Ира Соларева, она начинает на меня давить, говорит, давай останавливай запись. Вот Горбачев пришел, и я помню, было ужасно, потому что мне пришлось… Он не знал, кто это просто. Ну конечно, да. И мне пришлось вот этого дядю в очках просто остановить, я сказал, подождите, вот Горбачева сказать, подождите, потому что я делаю экономику. Ему же наплевать, он не понимает, он важный человек. Но тем не менее, да, мне важно было завершить свое это дело, завершить экономику, потому что программа вскоре должна была пойти в эфир, поэтому вот так взял и остановил первого и последнего президента СССР. Или кто он был? Кто он был? Во-во-во-во, вот это журналисты эхо Москвы. Вот-вот-вот-вот-вот. Венедиктов все про меня знает. Кстати, последний, последний, хорошо. Я запишу сейчас, сейчас закончу, говорит, запишу. А, кстати, еще про Венедиктов, поскольку он сидит здесь, воспользуясь случаем, скажу про него тоже. Опять же, первые годы работы был таким дерзким, борзым не только в отношении с коллегами, но и в отношении с Венедиктовым. И, честно сказать, Алексей Алексеевич, он в техническом плане небольшой, небольшой специалист. Все что угодно. Политика, история, политика, история. Вот это его жизнь, опыт колоссальный, но не техника. Тем не менее, человек периодически встревает в различные споры, когда вот там что-то сугубо техническое. Компьютерщики, наши техники, звукоинженеры. Алексей Алексеевич всегда все лучше всех знает. И помню, мы как-то сцепились с ним буквально. Я точно знал, что я прав. Знали, что я прав в нашей компьютерщике, опять же, технике. Но, с другой стороны, был Венедиктов, и мы спорили, спорили. Меня уже начинали оттягивать, уводить от Венедиктов. Говорили, хватит, Алексей, остановись. А я же понимал, у меня, понимаете, все бурлило, играло. Как это так? Я сейчас, я вон через год закончу свой институт и буду специалистом, Венедиктов меня учит. Кто он такой? В итоге все закончилось благополучно, я признал свою ошибку. И с тех пор я понял, что с Венедиктовым вообще лучше ни по каким вопросам не спорить. И сейчас, в страшном сне, если бы представляешь, что я с Венедиктовым спорю даже по какой-то технической вещи. Что-то там пульт, какой-то звук громче, тише. Звук пропал, не пропал, реклама пошла в эфире на секунду позже. Нет, все, признай, пожалуйста, что ты козел, ты не прав. Алексей Алексеевич улыбнется и довольно уйдет в свой кабинет с колоколом. Ну вот это правда, вот наконец-то сказал. Вот я просто показываю, с кем я работаю. Меня очень часто спрашивают, почему я посидел за последнее время. Вот потому что вот эти вот и помоложе и так далее. Но слава тебе, Господи, что… Пожалуйста, я тоже посидел за 8 лет. Вы от меня и должны сидеть, а я от вас нет. Вот. И все-таки, чтобы вы понимали, вот эти ребята, это возрастная категория, костяк эхо Москвы. Вы, конечно, привыкли там слышать и видеть там другие имена. Там Сеня Ларина, Сережа Бунтман, да, это люди, которые были на самом начале эхо и продолжают работать, еще много. Но на самом деле, если говорить серьезно, костяком эхо Москвы является вот это поколение. И я специально позвал сегодня Лешу и Лешу, потому что вот они пришли приблизительно, они от приблизительно одного возраста и приблизительно в одно время. И Леша действительно, который у нас прошел, вот звукорежиссер и ведущий программ, и корреспондент, да, вот эхо – это много всего. И вот основной костяк – это эти ребята. Но одновременно с этим приходят и люди более опытные из других изданий. Виталий Дымарский, мой хороший друг и товарищ, который последнее время на эхе все больше и больше, надеюсь, и будет все больше и больше. За те же деньги. Ну, конечно. Я бы сказал, за те же без денег. За те же без денег. Хорошо, давай. Здесь вот Леша начал свой рассказ с того, какой, да, Леша, на рыше. Какая разница, какой ты из них. Один из них. С какой стороны он увидел эхо, когда он туда пришел. Я познакомился с эхо самой его неприглядной стороны, с Венедиктова. Происходило это во Франции, где я в 90-е годы работал с обкором РИА Новости. Но хотя, по-моему, уже после первого же визита Венедиктова, и когда мы с ним там познакомились, я перестал быть с обкором РИА Новости. И стал фактически с обкором эхо Москвы. И так получилось, что за 8 лет работы в этой замечательной стране, так получилось, что не столько я вливался в коллектив эхо Москвы, сколько коллектив эхо Москвы вливался в меня. Потому что все начали, все 90-е годы, такая эйфория, в том числе возможность, конечно, выезжать за границу. Франция всегда была притягательна. Так что через Париж и через мой корпункт прошел практически весь коллектив эхо Москвы. Здесь все это есть. Ты потом прочтешь и про себя тоже самое. И там было очень много у нас смешных, любопытных эпизодов. Кое-что я здесь в этой книжке, в маленькой, небольшой своей статейке описал. Но если так вспомнить, во-первых, я, наверное, когда буду писать когда-нибудь воспоминания. Знаете, сейчас модно, кто из наших коллег уже написал воспоминания, я видел Путина. И Путин видел меня. Может быть, я когда-нибудь напишу, я видел Венедиктова, но совсем другим, не таким, каким вы его видите и слышите сейчас. Я его видел вежливо. Да ладно. Причем эта вежливость чуть не кончилась, так сказать, достаточно плачевно. А это было один раз. Да, да. За все 20 лет нашего знакомства. Он сидел рядом со мной в машине, я был за рулем, товарищ еще до сих пор водить не умеет. Он сидел рядом и он, показывая, какие представители новой России, какие они воспитанные, интеллигентные и так далее, ничего мне не говоря, а я за рулем. Он начал показывать рукой, чтобы люди проходили перед машиной на пешеходном. Я этого не знал, я-то ехал. А он предлагал всем людям пройти, что мы их пропускаем. Вот я говорю, ты с ума сошел? Мы сейчас их всех раздавили бы, если бы я не увидел, что ты их решил пропустить. Вот, была, конечно, замечательная эпопея 98-го года после дефолта, когда, те, кто помнит это время, в Москве были перекрыты все банкоматы, ничего не работало. Приехал Венедиктов в очередной раз с полным карманом банковских карточек. Всех сотрудников, по-моему, НТВ и Эхо Москвы. Черкизов, Сорокина, Женя Киселев, там, значит, все отдали карточки свои, доверили все-таки Венедиктову. Он приехал, и мы пошли их отоваривать. То есть, снимать деньги для того, чтобы он привез эту зарплату в Москву людям. Я на какой-то, на седьмой карточке, я думал, что нас возьмут, конечно. Потому что с вами выстроилась очередь у банкомата, и люди с удивлением смотрели, как эти два непонятных человека засовывают карточку одну за другой. Он заглядывал в книжечку, значит, смотреть пин-код, и, значит, таким образом вытаскивал оттуда деньги. В общем, таких эпизодов, конечно, даже не за 20 лет, а уже почти за 25 лет нашего знакомства было огромное количество. А если говорить серьезно, то время, конечно, запомнилось тем, что я соединил свою судьбу, свою журналистскую жизнь с Эхом Москвы в разных форматах. И, как вы знаете, и в журнальном в том числе. И, дай бог, еще бы 25 лет я бы не отказался. Спасибо, и чтобы закончить, Витальд Демарский. И чтобы перейти уже к разговору с вами и к вашим вопросам, я хочу сказать, что, как я понял идею этой книги, повторяю, я не успел ее даже подержать в руках. Нет, там есть идея, а идея заключается в том, что у каждого свое эхо. Не существует единого эхо. У каждого из вас свое представление. Знаете, это как слепой, там, трое слепых слона ощупывает. Один считает, что это хобот, другой, что хвост, а третий, соответственно, что ноги. Так каждый представляет слона. Одни считают, что эхо Москвы – это Ксения Ларина и Ольга Бычкова. Другие считают, что эхо Москвы – это Алексей Соломин и условная Леся Рябцева. Третий считает, что это Алексей Виндиктов. Четвертый приходит и слушает только «Цену победы» с Виталием Демарским. Вообще на один час в неделю из 144. Собственно, в этом и была идея эхо. Собственно, в этом и остается идея эхо. И когда приходят разные люди, я совершенно серьезно и всегда, и вам говорю, слушайте только то, что хотите. Не хотите слушать это – не слушайте, и у вас будет другое эхо. Но вот эта книга, как я понимаю, как она собиралась, повторяю еще раз, я просто вижу список людей и представляю, как они по-разному изнутри видят эхо. А вы будете видеть эхо снаружи, имея эту книгу, читая эту книгу, и сравнивая со своим эхом. Поэтому я вам не собираюсь навязывать свое видение эхо, но готов. И мои коллеги Алексей, Алексей и Виталий готовы отвечать на ваши вопросы, чтобы не затягивать время, потому что, конечно, много людей стоит, и стоит тяжело и жалко. Мы готовы отвечать на любые вопросы, только говорите, кому. Да, и вот уже первый вопрос есть, пожалуйста, спрашивайте. Алексей Алексеевич, здравствуйте еще раз. С праздником вас наступающим. Вопрос такой. Вы практически всегда имеете свою точку зрения на любой вопрос, и практически всегда она правильная. Ну, по крайней мере, для нас. Это радует. Вот этих всех. Вот Нарышкин учись, понимаешь. Человек меня гибит второй раз в жизни, а говорит правильно. Ну, буквально несколько дней назад вы на один вопрос не ответили. По поводу того, что наше правительство уничтожает продукты. Вы сказали, что у вас нет логического объяснения этому. Если можно, оно появилось за эти 3-4 дня? Я просто не помню, сколько времени прошло. Я понимаю, это я отвечал позавчера. Нет, я ответил, что моя точка зрения, что это безобразие. Я не понимаю, я повторяю, я не понимаю, как такое решение могло быть. Я, в общем, неплохо представляю себе, конструирую себе, как Путин принимает решение, и очень много решений Путина я мог предугадать, потому что я наблюдательный, потому что это моя работа. Но вот это я не могу, я не мог предугадать и не мог объяснить. Поэтому я остаюсь без объяснения и думаю, что на той встрече, которая, наверное, когда-нибудь может быть будет, я от вас задам вам. Я не понимаю, потому что это лично его точка зрения. Это он подписал указ, это не постановление правительства, это не закон, это не решение администрации президента, это не циркуляр Ткачева, это указ президента. То есть Путин взял это решение на себя. Еще раз повторяю, представляя, приблизительно представляя его, я не понимаю, каким образом поднялась рука на подписание такой истории. Я говорю честно и по радиусу, я говорю, я этого не понимаю. Это не поддается объяснению в моем понимании. Может, у кого-то поддается, а у меня не поддается. Спасибо. Да, пожалуйста, еще есть вопрос. Симона, через микрофон только, чтобы как бы... Здравствуйте, Алексей Алексеевич, здравствуйте, Виталий Наумович. Виталий, здравствуйте, с днем рождения вас. Спасибо, что есть такая радиостанция. У меня два вопроса к Алексею Алексеевичу и Виталию Наумовичу. Прежде всего, исторические вопросы. Вот чем вы объясняете нынешнюю «как бы», именно я говорю «как бы», потому что не уверенно, то, что показывают социологические опросы, популярность Сталина. Я в свое время в восьмом классе имел наглость прочитать Евгению Гинсбург «Крутой маршрут». Ну, потом Анатолий Наумович Рыбаков, «Дети Арбата». Мне не хотелось в 14-15 лет заниматься апологетикой этой эпохи. Ну, просто не хотелось. Сегодня люди, в общем и целом, знают правду, и тем не менее, там, 65-70, я не знаю, сколько процентов, вроде как, поддерживают. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня к Алексею Алексеевичу, к одному из главных интервьюеров страны. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, была ли такая ситуация, что вам, вернее, кого из политиков, общественных деятелей за эти 25 лет вам труднее всего было интервьюировать? Есть такая история, конечно, была. Спасибо большое. Ну, давай я быстро отвечу, пока ты формулируешь. Значит, у каждого интервьюера есть некие сложности брать интервью. Я думаю, что и ребята, которые занимаются интервью, я имею в виду и Виталия, и Алексей, и Алексея, имеют эти сложности. Но у меня сложности, например, с типажом, не с человеком, а с типажом. А типаж – это, который в интервью называется «Царица». Грубо говоря, брать интервью у Плесецкой, у Вишневской, у великих наших оперных див, их сейчас уже многих нет, мне было невозможно. Если вы посмотрите на сайте, все эти интервью были провалены мной. И я, беря интервью у Плесецкой, с ужасом смотрел, как медленно движется секундная, не часовая, секундная стрелка. Потому что перед этими людьми я благоговею, перед этими женщинами я благоговею. И все эти интервью, которые я брал, они все провальны, абсолютно точно. Вторая история, затруднение – это когда ты берешь интервью с переводом, когда ты не знаешь язык. Когда ты знаешь язык, наоборот, у тебя в плюсе. У меня была смешная история с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. У него было два с половиной часа разговора с Путином, а потом в аэропорту мне посол обещал 15 минут интервью, а я без английского. И затем время сокращалось, ну вы знаете, как Владимир Владимирович точен, как хронометр. И там уже самолет премьера на вылете, посол подходит ко мне, говорит, 7 минут. Я говорю, какие 7 минут с переводом, это два вопроса. Какое интервью? О чем вы говорите? Юрий Георгиевич, идите сюда, вас ждут. Идите сюда, кресло стоит, подчиненный, генерал. Кабаладзе ходит там, понимаешь, девушек высматривает сзади, дамский угодник. Сейчас он придет, я дорасскажу, пока он идет. Ну вот, и в общем с послом долго ругались, и в результате он говорит, что хорошо, 15 минут. Я говорю, ну тогда без перевода. Он говорит, в каком смысле? Ну ваши вопросы будут переводить, а вам ответы переводить не будут. Я говорю, понятно. И вот это интервью вошло в историю, да, когда человек что-то говорит, я хватаю там слова типа Ирак и говорю, а как у нас в Ираке? И вот было вот такое интервью. Вот это очень тяжело реально, да, когда ты не понимаешь, что человек говорит. Это второй типаж. Все остальное, если ты готовишься, а самое главное в интервью – это подготовка, если ты готовишься, у тебя все получается. Теперь по поводу Сталина. Ну я думаю, что есть множество объяснений. Знаете, я вам, пожалуй, один эпизод расскажу. Несколько лет назад, когда еще работал такой, я даже не знаю, как его назвать, фестиваль, как слишком такое легкомысленное слово, если вы знаете, Пелорама, это Перм-36, это, значит, бывший лагерь, в котором вот местный мемориал тамошний проводил до недавнего времени каждый год такие мероприятия, там круглые столы, обсуждения и так далее. И был как бы антипелорама, который проводили коммунисты, они там рядом разбивали свой лагерь и так далее. Я к чему это рассказываю? И вот во время одного из круглых столов я зашел в палатках таких, и рядом со мной стоит девочка лет 16, она из антипелорамы от коммунистов, у которой на груди, значит, ну майка и на груди Сталин. Я говорю, как тебя зовут, девочка? Ну, она как назвала Настя. Я говорю, а ты знаешь, кто это? Да, конечно. А ты по лагерю, там музей еще был в этом лагере, да? Я говорю, а ты по этому лагерю походила? Да, конечно. А тебе нравится в этом лагере? Она говорит, нет, это ужасно. Я говорю, а ты знаешь, что это он это все организовал? Она говорит, да ладно вам не рассказывать. Понимаете, я думаю, что вот для этого поколения это некий символ созданный, да, вот какая-то оболочка, содержание которой, я думаю, что из этих там сколько процентов вы называете, 50% не знают и не понимают, да? Безусловно, это результат использования истории, не только Сталина и многого другого, как инструмента политики. И пока он выгоден в пропагандистских целях и в пропаганде, то, видимо, этот символ будет воспроизводиться, так сказать, стараниями официальной пропаганды. Ну вот посмотрим, к чему, в конце концов, это конечно, я думаю. Секундочку, я хочу, чтобы Алексей Соломин, как молодой интервьюер, ответил на ваш вопрос, а потом Юрий Георгиевич, как грузин, сказал бы, чем он объясняет популярность Сталина, в том числе в Грузии. Самое сложное интервью, чтобы не повторять Алексея Венедиктова, я не буду говорить о том, что интервью не подготовленное, которое случается неожиданно, вот это самое сложное интервью. Царицы у меня пока еще не было, поэтому не могу судить. Но я могу вспомнить, что самое для меня сложное интервью было, это первое интервью с Венедиктовым. Вы себе не представляете, какой ужас. Ты сидишь, тебя же потом, вы просто не знаете, наверное, у нас же после всех эфиров Венедиктов может там продраить всех, похвалить или там наоборот, такого нагонять, таких надавать. А ты сидишь и оцениваешь, у тебя же не только гость Венедиктов, он еще твой главный редактор, правильно ли ты что-то делаешь. Первое интервью было очень сложно, потом привык, потом уже стал предсказывать, угадывать, что будет из этого, не знаю. Но первые впечатления такие были, ух, как и ужасные, не знаю. Можно я вам стихотворение прочитаю? Мы прислали к вам в Россию молодого, талантливого грузинского поэта, который печатался в лучших журналах грузинских, у классика грузинской литературы, и во что вы его здесь привыкли? У нас, у грузин, большие претензии к вам. Стихотворение, которое знали все дети Советского Союза наизусть, а в Грузии, естественно, грузинском языке. Может быть, кто-нибудь знает по-русски или переведет его. Варцгайя пурчкна кокори, гадахвеода ияса, замбахса сгагвидзебода, датавсухрида неяса, торола, магла, рублевши, намовда, не забыл. И так далее. На самом деле замечательное стихотворение, которое действительно напечатал Илья Черчевадзе, классик. А чем объясняется популярность в Грузии? Ну, потому что наш парень, который достиг фантастических успехов, так и везде ценятся такие ребята, которые завоевали, можно сказать, весь мир. А недавно я смотрел эпизод по телевидению, какой-то фильм, я сам фильм не видел, отдельный эпизод, когда военно-начальники просят Сталина сфотографироваться с ним. Говорит, Иосиф Виссарионович, спрашивай кто-то из, очевидно, может быть, Жуков, кто-то из военно-начальников, как вы, говорит, грузин сумели так хорошо научиться говорить по-русски. На что он так возмущение ответил. Я не грузин, я русский грузинского происхождения. И с вами фотографироваться не буду. Спасибо, Юр. Следующий вопрос. Пожалуйста. Журнал Криведы. Вопрос следующий. К Алексею Каликсеевичу и, может быть, немножко Кабаладзе. Как вы относитесь к тому, какой аппарат президента был саморепрессивный? Горбачёва, Ельцина или Путина? Спасибо. В смысле аппарат. Саморепрессивный – это Венедиктов. Да, саморепрессивный – это мой аппарат. Этим трем до меня, в общем, далековато, если честно. Дальше. Да, ещё и вопрос вот здесь. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за возможность увидеть вас. Теперь я знаю, что вы действительно существуете. Это к пацанам теперь, судя по вашему возрасту, да? Да, видимо, да. Вопрос у меня двойной, контрастный. В основном к Алексею Алексеевичу, но если другие сотрудники Эхо Москвы тоже ответят, то я буду благодарна. Алексей Алексеевич, был ли такой момент в жизни Эхо Москвы, когда вы решили, что, пожалуй, всё висит на волоске и, может быть, сейчас всё рухнет и дальше ничего не будет? И, соответственно, на контрасте, был ли такой момент, когда вам показалось, что вот не зря я всё это начал, вот ради вот этого момента стоило всё затевать? Спасибо. Ну, любой блок Леси Рябцевой вызывает во мне чувство номер один. Всё сейчас кончится и всё висит на волоске. Ну, на самом деле, конечно, такие моменты были, я сейчас какую-нибудь историю расскажу, а насчёт того, что всё не зря, это каждый день. Ну, это таких вот моментов, вот всё не зря, там молодцы, так каждый день молодцы. Вот это мы уделали всех, это каждый день мы уделали всех. Вот даже самый большой косяк, это наш косяк, да? Это мы хуже всех отработали, мы можем быть либо первыми, либо последними, но серединки нет. И, пожалуй, первый раз, когда, ещё не был главным, когда вот это всё как бы повисло на волоске, это был 93-й год, это был пуч. И вы, наверное, знаете, те, кто люди постарше, что именно по радио «Эхо Москвы», я был корреспондентом в Белом доме у Рудского и Хасбулатова, именно по нашему радио выступил Рудской самопоразглашённый президент со словами «Товарищи, поднимайте самолёт и летите бомбить Кремль». Так вот, мило было. В прямом эфире «Эхо Москвы». Это вот момент пуча, да? Ну, там дальше всё было совсем неприятно, но проходит три месяца, январь 1994 года, и нам, корреспондентам, которые работали в Пуле, нас Борис Николаевич собирает. Обычно как это было? Все садятся, как хотят, выходит Ельцин, снимают пиджаки, у кого они есть, и дальше идёт разговор. Ну, точно так же, как это было с Медведевым, с Путином, такие разговоры, Пуловский. Я сейчас ни в Пуле не знаю, Лёша знает лучше. Сейчас их, по-моему, держат стоя, по-моему, я видел фотографии, где вас кормят пирожками стоя. А Борис Николаевич всё-таки, это кризис, понятно, Борис Николаевич всё-таки сажал за стол. Значит, январь 1994 года, прошло два месяца, и мне шеф протокола Ельцина, Владимир Николаевич Шевченко, дай ему Бог здоровья, говорит, нет, ты садишься напротив. Я говорю, почему? Ну, все садятся, как хотят, ты садишься напротив. Ну, протокол, садишься, выходит Борис Николаевич, садится напротив, упирается в меня тяжёлым взглядом, это всё происходит в Кремле. Такая пауза, не здрасте никому, не до свидания, он очень вежливый человек был, говорит, как не стыдно, эхо Москвы, товарищи, поднимайте самолёты, летите бомбить Кремль. Вы что? И тут я понимаю, что у него под рукой какая-то кнопка, он сейчас нажмётся, я в кремлёвские подвалы там, а коллеги слева-справа начинают отодвигаться так, причём так физически, забирая с собой свои тарелки, рюмки, я в таком пустом пространстве. Ну, в эту секунду я впервые понял, что, значит, он сейчас просто так ладонью бух, поэтому эхо и не будет, тем более, что это, ну, действительно, там военный мятеж, там пуч, да, тут призывы по радио. Я что-то начинаю блеить, типа, Борис Николаевич, ну, это была работа, направили бы меня к вам, я бы там вам слово дал, а тут меня направили сюда, я не виноватый, он сам пришёл. Вот, работа такая, он на так смотрит, тяжело, и говорит, работа у него, понимаешь, работничек нашёлся, понимаешь. И с тех пор у меня была кличка работничек, а у него. Вот это первая была история, последняя история, ну, была совсем недавно, я думаю, что те, кто следят за эхом, следили, это была история с, сначала, Боингом, когда главный редактор по эхо Москвы сказал своё мнение, кто сбил Боинг, это было на второй день после сбития Боинга, 19 июля, как сейчас помню, 14 года, после чего мне позвонили товарищи разной величины, разного размера звёзд на погонах, он сказал, ну, всё, всё, Лёша. Я говорю, что всё там, вещи собирать, что ли? Не-не, говорит, мы сами придём, не надо ещё собирать. Причём так, серьёзные люди. И там, после этого началась эпопея с Михаилом Юрьевичем Лесиным, с увольнениями и так далее, была некая процедура. Слушайте, это профессиональный риск, да? Радиостанция и вообще медиа, на мой взгляд, может работать, когда все ей недовольны. Когда ей недовольны власти, когда ей недовольны слушатели, потому что мы генерируем площадку для дискуссий. И слушать там от властителей, ты зачем позвал этого урода? Он же там наймит. Или от представителей оппозиции, вы зачем зовёте этих негодяев? Они всё врут в своих часах, да? И вообще хватит тут болтать. Вообще вы анти-российские или наоборот антиамериканские, или вообще непонятно какие, как там шуточка у них ходит. Мы никак не можем разобраться, вы агенты Газпрома или Газдепа. Я говорю, если вы не можете разобраться, аптека за углом. В общем, там агенты аптеки, я бы сказал. Поэтому, ну что, профессиональный риск, эхо работает, не мне вам рассказывать, об обстановке соляной кислоты. Мы плаваем в соляной кислоте. Мы имеем негативный тренд в стране, мы имеем очень повышенную агрессивность наших слушателей, мы имеем радикализацию наших слушателей. Те, кто работает в эфире и принимает звонки, наверное, знают, что участились оскорбления, мат, угрозы. Это слышно, а что творится у нас на экране, на пейджере, это вообще лучше не говорить. Но это профессиональный риск. У нас есть люди, которые ушли, меняют профессию. Не потому что они испугались, потому что они не выдерживают. Это очень серьезно психологическое давление, когда довольно близкие тебе люди начинают высказывать тебе свое мнение о том, как ты работаешь, скажем, мягко. И когда там наш бывший сотрудник и коллега Эрнст Мацкявич, который работает на втором канале, говорит, что сейчас публично нужна мобилизационная журналистика, я говорю, Эрн, ты сошел с ума. Какая мобилизационная журналистика? Ты о чем? Бывают мобилизационные стеллеры или плотники? Это же профессии. А мобилизационные врачи бывают. Врач всегда мобилизован. Я вот сейчас последнее, что я скажу, я сейчас приехал, я был сейчас в Штатах, три недели в отпуск навозил, но и встречался с коллегами, с руководителями разных американских медиа и в Калифорнии, и в Вашингтоне. И они рассказывали, что когда шла война в Ираке, и если их медиа занимали позицию против войны в Ираке, против войны своего правительства, против президента Буша, выступали, критиковали, это было ровно то же самое. От них уходили слушатели, от них уходили журналисты, им близкие люди высказывали все, что они про них думают, потому что твоя страна ведет войну, идут гробы под звездно-полосатым флагом, а ты в этот момент критикуешь свое правительство. В общем, не являешься мобилизационной журналистикой. И, конечно, рассказывали о всяких семейных своих драмах. Но вот приходится выбирать. Это такой все время выбор. Пока есть силы, значит, выбор такой, потом сил не будет, выбор, наверное, будет тоже такой, но уже без сил. Спасибо. Еще Алексей Соломин выскажется. Сейчас, Леша Соломин. Ну, кто хочет у нас? У нас как бы демократия. Хотя мой аппарат самый репрессивный. На самом деле, ощущение, что все висит на волоске, у меня было лишь однажды. Когда я только пришел на радиостанцию, это было 7 лет назад, шла грузинская война, танки только вошли в Грузию, и творился настоящий дурдом. Вот тогда мне казалось, что я не справлюсь, и все висит на волоске. Ну, я в личном отношении. Потому что за судьбу радиостанции, если честно, при том, что мы все наблюдаем изнутри, мы все видим, что происходит, все эти отвратительные наезды, мы видим их, но почему-то внутреннее ощущение какой-то уверенности, что со всем справимся, оно всегда присутствовало. Потому что есть Венедиктов, который занимается этими проблемами. Несмотря на то, что я, кстати, всем чиновникам представляюсь, как следующий главный редактор «Эхо Москвы», у меня есть уверенность, что «Эхо Москвы» через все пройдет. И пока эта уверенность ничто не пошатнуло. Я тоже хотел добавить про ощущение, когда мне показалось, что все закончится. Действительно история с Михаилом Лесиным. И я помню, что тогда у нас коллектив в большинстве своем очень сильно так мобилизовался. Это не та мобилизационная журналистика, о которой вы говорили, с Лесиным Мацкевичем. Это вот такая внутренняя мобилизация, когда сотрудники забывают все какие-то внутренние истории, сложности, кто кого ненавидит, кто там, не знаю, с какими-то особенностями, кто пьет, кто еще что-то, кто развелся с любовницей. Все это забывается, люди начинают сплачиваться. Но в то же время, я помню, когда эта история была с Лесиным, были у некоторых сотрудников пораженческие настроения. От этого, конечно, было грустно, потому что ты, может быть, сам как-то, ну, разумеется, переживаешь, ты думаешь, а как вот это все, куда выплывет? Ты подходишь, например, к человеку, спрашиваешь, ну, что будет? А он тебе говорит, ну, не знаю, все плохо. Это очень давит на психику, но, слава богу, таких людей было меньше всего. И я надеюсь, я уверен, что в будущем Эхо Москвы, если будут какие-то такие штормовые ситуации, выплывет, потому что, во-первых, есть хороший капитан и, в принципе, и команда, ничего, которая тоже может... Главное, похвалить. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос здесь. Скажите, пожалуйста, вот когда разворот ведутся ломеной нарыжки... Уже не ведем. Я их снял. Вот, скажите, ощущение такое, что один как бы за, другой против. Вы заранее договариваетесь о позиции? И меняете ли вы ее в другой раз на наоборот? Мой микрофон у меня работает. Кстати говоря, в книжке я об этом пишу, только, правда, исходя из программы «Гонопольская», где тоже нас обвиняют в том, что все это какой-то театр, и мы играем какие-то роли. Я пишу там одну вещь. Тут это правда только отчасти, по поводу главного кукловода Венедиктова. На самом деле мы, естественно, заранее готовимся к эфиру и смотрим на свое отношение к этой проблеме. И очень хорошо, если наши позиции отличаются. Мы тогда упираемся в это, да? И есть о чем поспорить. Есть о чем поговорить в эфире. Так, чтобы сознательно я брал на себя чужую точку зрения и выдавал ее за свою, такого нет. Но если нужно создать такой условно-искусственный спор, тогда вот Нарышкин, допустим, о чем-то говорит, а я говорю, подожди секундочку, а вот Кремль говорит по-другому. И вот у Кремля есть аргументы. Первый аргумент, второй аргумент и третий аргумент. Это не значит, что я с ними согласен. Это значит, что эти аргументы существуют и на них надо как-то отвечать. И вот, пожалуйста, будь Нарышкин добр, ответь на них. Вот Юрий Георгиевич тоже в программе Кейс так играет. Я, кстати, считаю, что ничего плохого в том, что журналист может насильно как бы занять точку зрения ту, которая ему может быть не свойственна. Ничего в этом плохого нет. Я помню историю про Жириновского, который когда-то приходил в программу Клинч. И неважно, какая тема, он часто... Я помню. Он часто приходил, потому что известный специалист, полемист. И он, по-моему, заходил то ли к Бунтману, то ли к Венедиктову и спрашивал так в духе, а что за тема там? Какую мне точку зрения надо занимать? И все. Да-да, это была история. Опаздывает Жириновский, иллюстрирует то, что сказал Леша. Жириновский опаздывает, бежит по коридору. Я в дверях своего кабинета, надо поздороваться, лидер крупной фракции все-таки. Он бежит и говорит, Алексей, Алексей, у нас сегодня что, аборты? Аборты? Запрет абортов? Я говорю, да, у нас сегодня запрет абортов. А я сегодня у вас за или против? Я говорю, по-моему, против, Владимир Владимирович. А, хорошо, я против, все, и побежал. Но на самом, такие как Жириновский, который может с пылом, жаром защищать любую точку зрения, только попроси, ну или заплати. Я думаю, таких мало, и отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что если вы защищаете, мы же не профессиональные актеры, мы же не можем сыграть там Кащея Бессмертного, а завтра Офелия условно. Поэтому слышится фальшь на радио, где нет поддержки картинки, которая отвлекает. Если ты занимаешь, пытаешься защитить не свою точку зрения, слышится фальшь. Поэтому вот Алексей в ход, когда он говорит, ну хорошо, а вот там условно Игорь Шувалов считает, что вот это плохо, потому-то, потому-то и потому-то. И тогда аргумент, тогда спор с виртуальным Шуваловым все-таки все равно спор. Но я противник того, чтобы ребята занимали позицию, которая им не свойственна, они не сумеют с это играть. Они не актеры. Но я могу, конечно, что-нибудь с ним сделать, и мы знаем, что у него будет фальцет. И вот этот фаритон, вот такое значение придает. Но ничего не могу с вами говорить. Горло вырвать это называется, Юр. По кейсу занимать позицию. Нет, мне понравилась мысль, что нас стали оскорблять все больше и больше так агрессивных зрителей. Значит, если вы придете на «Эхо Москвы», там фотогалереи всех наших гостей очень обширные. Все люди как люди, и только табличка Кабаладзе Юрий Георгиевич висит пень с ушами. На самом деле, обидно, конечно, ужасно, но на самом деле, позвонили в передачу, мы вели со Светой Сорокиной, и слушатель ей говорит, Света, как ты терпишь этого пня с ушами? И я имел неосторожность... В эфире? В эфире, да. Я имел неосторожность рассказать это моим студентам, и одна из них нарисовала пень, а я имел глупость перенести этого пня на эхо, и теперь вместо моего портрета висит пень с ушами. Вот в таких сложных условиях приходится работать. Следующий вопрос, Павел. Пожалуйста, здесь. Алексей Алексеевич, я хотела бы в вашем лице выразить любовь ко всей вашей команде. Ко всей вашей команде. У вас книга о том, как вы каждый пришли в Эхо Москвы, но ведь у нас слушателей тоже есть своя история, как Эхо Москвы пришло к нам, каждому вашему слушателю. И хотелось бы, конечно, признаться вам в любви в этом, потому что мой день, например, начинается и заканчивается только Эхо Москвы. У меня приемник настроен только на одну радиостанцию. Спасибо вам большое. Еще я хочу сказать, что вот вы в мою жизнь вошли в 90-м году, 19 августа 1991 года на баррикадах. Одна незнакомая мне женщина дала маленький транзисторный приемник, чтобы можно было слушать вас. И вот все три дня в августе 1991 года я стояла вместе с Эхо Москвы. И меня благодаря вот этому приемнику и радиостанции взяли в отряд, потому что женщин оттуда прогоняли и никого не брали. И вот, кстати, к вашим молодым журналистам, чтобы они не относились к нам с пренебрежением, говоря, бабушки, бабушки. Эти бабушки, вот, например, я, мы были 25 лет назад еще довольно молодыми и воспитывались совершенно в других условиях. Поэтому мы, вот в моем знакомстве тоже есть очень много людей, которые не приемлют Эхо Москвы. И я им на это отвечаю. Эхо Москвы учит не только, вот, мы там слышим интересные истории, мы слышим встречи с интересными людьми, но еще там же нужно думать, как говорится, фильтровать базар. И поэтому, когда мне говорят, ой, я не слушаю Эхо Москвы, я говорю, правильно, не надо, потому что Эхо Москвы не для вас. Это для думающей аудитории, это для тех, кто умеет отделять зерна от плевел. Я, как единственный дедушка, обещаю вам поддерживать бабушек всегда. Вот у нас два дедушки здесь. И еще у меня одна просьба к вам. Если что-то с вами будет случаться, у вас на этот случай должен быть аварийный телефон. И вы должны обязательно сказать, нам нужна ваша помощь. И все те, кто живет вместе с вами одной жизнью и думает так, как соответственно нужно думать, у кого мозги правильно работают, они должны встать, прийти и защитить нашу любимую радиостанцию. Желаю вам долгих лет жизни. Спасибо большое. тогда Лаверды, товарищ генерал из КГБ, генерал КГБ скажет, что первое, что они сделают, они отключат аварийный телефон. У нас есть другой способ. Спасибо большое. Правда, Юр, да? Ты вырвешь провод. Я давно стал на путь исправления, ты знаешь. Кто-нибудь долго идет. Я расскажу тогда историю о двух слушателях Лаверды к вам, неожиданных слушателях Эхо Москвы, с одним слушателем совершенно неожиданно я познакомился в Сан-Франциско, таксист. Мы сели, русскоязычный. Говорит, что-то мне ваше лицо физиономии знакомо. Я говорю, я не знаю. Он говорит, вы же по телевизору по этому, по RTVI. Я говорю, ну да. А, вы Эхо Москвы? Я говорю, да. Он говорит, секундочку, нажимает кнопку и идет Эхо Москвы. В Сан-Франциско, в такси. Интернет, господи боже мой, прямой эфир. Я говорю, а что еще слушать, вы хоть слова говорите, а то все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Таксист простой. А мы-то тут надеемся, что Венедиктов в Америке и нас не слышит. Представляете, праздник в доме. Ага, сейчас. Разбежались, да. Вот. А вторая история, значит, очередное приключение с президентом любимым. Он мне говорит, вот у вас на Эхе вот это, это, это. Я говорю, Владимир Владимирович, ну вам же наверняка приносят распечатки и выдернуты еще из контекста и, понятно, да, наши любимые доброжелатели. Говорит, распечатки, да, и начинает цитировать рекламу Эхо Москвы. Тут мне стало плохо. Я представлял, что вчера неслось. Я выхожу, вижу Пескова, говорю, Дима, нельзя ему шансон поставить какой-нибудь, что там Эхо? Говорит, он сам выбирает, что ему слушать. Поэтому слушатели у нас разные. Мы, конечно, призовем, и Владимир Владимирович выйдет вместе с вами защищать. И таксист из Сан-Франциско. Но на самом деле, на самом деле, если говорить серьезно о роли слушателей, то, что вы сказали, огромную благодарность, потому что вы сами не представляете, что вы корректируете редакционную политику. Я не могу показывать, как это происходит, но я очень внимательно читаю все замечания, матерные и нематерные. Я очень внимательно соотношу то, что я слышу, с тем, что слышают слушатели. Предложения по программам, сейчас я посчитал, прошлым летом, год назад, приблизительно 70% программ это идеи слушателей. Конечно, затем мы обтесываем профессионально. То есть, на самом деле, я всегда ребятам говорю, не дадут соврать, мы работаем не для себя, а для вас. И на вас. У нас нет начальника в лице президента, у нас нет начальника в лице акционеров, хотя есть и президенты, и акционеры. Мы ориентируемся на слушателей, а не на то, что хочет президент, или власть в широком смысле, или оппозиция в широком смысле, или акционеры. И нам как раз все время говорят, послушайте, во всем мире есть права власти, есть права акционеров, есть права аудитории. Я говорю, абсолютно верно, я абсолютно с этим согласен. Только вот эти три части, условно, ньюсмейкеры, аукционеры, аудитория, редакция воспринимает в разных частях, что первично. Для нас первичен общественный интерес. И может быть, в этом успех нашей радиостанции, как я себе представляю. Вот мы на планерке, ребята знают, обсуждаем, какую новость делать первую. Я говорю, а это кому? Вот это кому интересно? Сегодня обсуждали тоже. Что делать первой новостью? Я говорю, почему вы считаете, что вот эта политическая байда, которая, безусловно, вызовет реакцию Кремля, и так далее, менее важна, чем история там с конституционным судом, с вопросом о принятии детей, эмигрантов в школы. Принятие детей, эмигрантов в школу у нас сегодня шла первая новостью, хотя новости, это как новостью новости не было, потому что это касается всех нас. И у всех у нас разные отношения. У меня сын ходит в восьмой класс, я тоже понимаю, тоже проблемы. И мы должны ставить вопросы. Не то, что там у нас наши акционеры, или наши начальники, или наши любимые оппозиционеры, а то, что интересно массе. И каждый день, на нескольких планерках, первый вопрос, а какой общественный интерес представляет ваша новость? Последний, чтобы не тянуть к следующему вопросу. Такой элемент, который слушатели «Эхо Москвы» такие постоянно знают. В 1996 году у нас в руках оказалось две медицинские карты. Медицинская карта Бориса Николаевича, президента, перед шунтированием сердца, и медицинская карта его жены, Найна Иосина, которая уложилась в то же время на операцию довольно серьезную и довольно сложную. И мы дискутировали таким узким кругом, что мы даем. Мы приняли решение, что президентскую медицинскую карту мы даем полностью. Сколько соли в моче, сколько железа в крови. Вот все. Президент, скелет даем, потому что человек, у которого в руках ядерный чемоданчик, общественная, должна знать состояние его руки, которая на эту кнопку будет нажимать. А вот карту Найна Иосина мы не давали, потому что с нашей точки зрения, или большинства нас, было в том, что это не представляет в тот момент общественный интерес. Да, мы эту информацию просто выкинули в помойное ведро, и все. И когда другие ее давали, и вот сейчас мы то же самое делаем, отбирая информацию. То, что имеет с нашей точки зрения общественный интерес. Интерес – это не любопытство. Есть общественное любопытство. И тогда можно делать желтое радио, мы можем замечательно делать желтое радио, мы сделаем фантастически желтое радио. И это общественное любопытство. А вот общественный интерес – Это вещь, которая влияет на каждую семью. Информация, которая может скорректировать вашу точку зрения на ту или иную проблему. Вот так мы отбираем новости и темы. Мне кажется, что это принципиально важно, отличить интерес от любопытства. Извините, мы уехали на другую тему, но так иногда на их и бывает. Следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо. Есть вопрос, и потом там два вопроса. Здравствуйте. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, как наша чудесная, нежная, деликатная Оля Бочкова работает в Петербурге, и почему она там. И еще была неделя в Петербурге, и утром особое мнение выходит. Вот не то, как у нас по понедельникам, а каждый день. И просто замечательные люди, и нам бы тоже хотелось слушать по утрам особое мнение из Петербурга. Спасибо. Про Олю Бочкова, почему она там, потому что я ее туда послал. Ответ всегда одинаковый. Послал бы Дымарского и Лисоломина, поехали бы Дымарский и Лисоломин. Петербург совсем другой город, и если говорить о людях, которые там, и о журналистах, которые там, это такая для меня загадка, потому что, возвращаясь ко второму вопросу, когда мы с Ольгой Бочковой обсуждали то особое мнение, которое будет транслироваться на Москву из Петербурга, из провинции на столицу, давайте так, но не только на столицу, а еще на 43 города, на другую провинцию, скажем. Мы начали с петербургскими журналистами перебирать людишек, как было сказано у Салтыкова. Ну, понятно, Невзоров, понятно, Губин, и все. И я пошел в народ к питерским журналистам, скажите, пожалуйста, остались ли у вас в Петербурге люди, носители собственного мнения, которые ярко могут его излагать, которые были бы интересны в Челябинске, в Оренбурге, в Волгограде, в Ростове, в Устюлимске. Вот есть такие люди, они говорят, нету, нету, Алексей Алексеевич, они сами мне начали искать, нету, поэтому Ольге очень... Это по-разному, я думаю, что это весь... То есть есть люди там в области культуры, да, это культурная столица, но мы сейчас говорим об особом мнении, о политической оценке. Глубокая провинция с этой точки зрения, очень провинциально, вот местные политики очень провинциально, мы пытались заполучить Явлинского, он сейчас в Питере, как вы знаете, депутат, мы его даже раз в месяц не можем вытащить, на это просто занят. И это большая трагедия страны, что да, в Питере очень много людей, генерирующих культуру, культурные коды, и очень мало людей, генерирующих политические коды. Я имею в виду не политиков, у нас в особом мнении политиков-то почти нет, у нас журналисты, как вы знаете, а вот людей, журналистов, которые собирают мнение. Работать там очень тяжело, очень вязко, очень непривычно. Ну, может быть, будет ротация. Может быть, мы нежно Ольгу Бычкову, ну, знаете, под этой нежной, этим нежным кулачком скрывается железная, или она надела железную перчатку, или у нее бархатная перчатка, а там железный кулак. В этом кризисе она выстояла, это было очень тяжело. И пугали, и перекупали, и все это она прошла, и она молодец. Спасибо. Спасибо. Есть вопрос? Добрый вечер. Представлюсь, Виталий Владимирович и Хаман с 25-летним стажем. Поэтому поздравляю сегодня радиостанцию, я поздравляю и всех нас, служителей, и себя, в том числе с этим юбилеем. Я имею счастливую возможность слушать эхо Москвы круглосуточно. Даже не отвлекаясь на заводики, обеды и ужины. Даже я не имею такой возможности. Может вам баллотироваться на следующий пост главного редактора? Нет. Нет, извините. С удовольствием. По работе радиостанции у меня вопрос нет, потому что я все слушаю. А вот у меня вопрос такой, на который даже кабалазы не должны отвечать, он тоже не слушает. Планирует ли эхо Москвы, а я этого жду давно, начать вести передачи территории Кремля? Я думаю, а я вам отвечу не шутливо, я думаю, что если говорить о техническом развитии, то я думаю, лет через два из любой точки, там, где есть сильный Wi-Fi, можно вести, раскинуть студию в прямом эфире. Вы знаете, когда нас собирались выселять с Нового Арбата, мы проверяли, откуда мы можем вещать и сколько времени нужно, чтобы разбросать студию с хорошим звуком. Семь минут я поставил задачу. Первый раз студия была разложена в 12 минут, во второй в 9, третье в 7, вот периодознает студия. Сейчас уже можно меньше. Поэтому хоть с территории Кремля, я думаю, что вообще территория не имеет значения теперь. Поэтому отсюда можем вести прямые эфиры, все гости будут приходить сюда, новости можно читать здесь, два компьютера поставил и все. Это технология, которая делает нас свободными. Я не о технологии веду речь. А это все равно, я вам ответил. А это все равно, вы знаете там. Большое спасибо. Не вопрос. Перезагрузить. Перезагрузить. Следующий вопрос. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Я так редко это делаю, просто боюсь сбивчиво выражаться. Это обычно на эхо Москвы, не волнуйтесь, они все время сбивчиво выражаются. Вы последнее время все чаще говорите, что делаете ставку на молодых. Сегодня ваша юбилейная передача. Вы когда сюда ехали, у вас какие-то были ожидания по возрастной группе? Мне трудно сделать какой-то вывод, но мне кажется, очень мало молодых. Во-первых, оправдались ли ваши ожидания? И не грустно ли? Нет, смотрите, это просто поднимите руки, кто себя считает молодым. Оглянитесь, пожалуйста, и все. Спасибо. На самом деле, отвечу серьезно на этот вопрос, сегодня занимались социологией. Вы знаете, мы не делим наших слушателей ни по какому параметру, потому что радио, на самом деле, это очень демократический вид, демократичный вид медиа, когда случайно люди нажимают кнопки вне зависимости от места, вне зависимости от возраста, и подсаживаются на ту или иную программу, на того или иного ведущего. Поэтому точно абсолютно говорю, и возвращаясь к вопросу бабушек, когда нам говорят, кому у вас возрастная аудитория, у нас люди с опытом, вы нам завидовать должны. Завидовать должны. Спасибо. Следующий. А вот можно потом микрофон налево, если можно, да? Да, туда микрофон. Ребята, там микрофон разберите. Поправьте. Мы потом вам передадим. Не работают. Никто не слышит. Да, да. Все слышно прекрасно. Здравствуйте, дорогой Алексей Алексеевич. Я перед вами, как перед личностью, просто преклоняюсь. И хочу ответить всем, кто касается бабушек. Вот что касается меня, я бабушка только для своего внука. И очень не люблю, когда обращаются бабушек. Хотя мне 75 лет. Я родилась вот в этом доме. Здесь, да. Здесь, в Кремле. Успокойтесь, пожалуйста. Вы это не знаете. Я действительно... Нет, нет. Здесь когда-то была приемная. А до приемной стоял дом, в котором я и родилась. Это для тебе твоя маленькая Грузия. Помолча. Да. Так вот, я хочу сказать, что бабушка, не бабушка, дело все в интеллекте и восприятии. Что касается моей семьи, у меня, например, есть 11-летний внук, который воспитан, естественно, в другой семье. Так вот, мне говорит, бабушка, ты опять слушаешь? Это вражеское радио. Я говорю, да, дорогой, подключи мозги. Это он мне говорит. Мой внук. Мой внук. Один из моих внуков. Так вот, я хочу сказать, нужно просто подключить мозги. А перед вами мы просто преклоняемся, как перед очень большой и неординарной личностью. И еще у меня к вам претензии. Сразу бы начала, уж по делу. С Львом Гулько, так как я сама медик, была передача в день медицинского работника, выступала Малышева, и выступал Розенбаум, по-моему, да? Да, Розенбаум. Были ведущими. Так вот, я честно, вот как сейчас, высказала свое фи Малышевой. Гулько меня перекрыл на всю оставшуюся жизнь. Я считаю, что это неправильно. У меня к претензии. А все остальное прекрасно. Спасибо. Знал бы, привел бы вам Гулько на разорвать. Вместе с Малышевой. Добрый вечер. Извините, вот, давно хотела сказать, хотела увидеть и сказать напрямую. За вас, конечно, я знаю с 91-го года, очень помогли первые три дня пережить. С мужем слушали и очень боялись. Потом, 2004 год. Я на работе. И тогда из семи человек, только один человек не был в ужасе от того, что творилось на Дубровке. Сейчас 2015. Сейчас тоже у нас 10 человек. Все с высшим образованием. И только двое, которые разделяют нашу точку зрения. Я считаю, что у нас сейчас такой президент, который из 142 миллионов выбирает министра культуры. Он выбирает всех. И мы, нас остается мало. Вы нам очень помогаете жить. Вы нас очень поддерживаете. И вы должны... Нет, это неправильно. И вы помните о том, что нам в одиночку нас становится мало, единомышленников. А единомышленники это очень много. Когда вы делаете свои передачи, я понимаю, что вы все люди очень умные, исходите из этого. Нам очень бывает трудно сегодня. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Я тоже хотела задать вопрос Алексея Алексеевича вам, и причем очень давно. Вот скажите, пожалуйста, вы сами отслушиваете свои ночные эфиры? Вот Один этот, А-1 и так далее. Вы их слушаете когда-нибудь? Я их читаю. Как правило, читаю расшифровки. Вы знаете, вот когда говорят у Эхо такая думающая, такая интеллектуальная аудитория, мне делается странно. Потому что вот когда выступает в ночном эфире Дмитрий Быков, вопросы, ну просто, вот понимаете, вот заслушаешься. Настолько это интересно, настолько это действительно интеллектуально. Но когда у вас, например, ведет Орех, куда вы хотите поехать? А город вашей мечты. А давайте разыграем фотографию, назовите там А6 вашего ведущего. И звонят на таком же интеллектуальном уровне. Вот и поэтому, когда говорят, что у Эхо такая интеллектуальная аудитория, ну честно говоря, у меня это вызывает изумление. Значит, а значит, вот, вот, вот. С тобой упадет. Я Орех давно не нравился. Ну, вы знаете, вы знаете, это удивительно. Во-первых, во-первых, дайте я отвечу серьезно. Мы пошутили, а теперь серьезно. Серьезность заключается в том, что я никогда не говорил, что у Эхо такая интеллектуальная аудитория. А пусть говорят. Все говорят, что мы Эхо Газдепа, все говорят, что мы Эхо Газпрома. Пусть говорят. Значит, у Эхо разная аудитория. Это точно так же, как в нашем городе живут разные люди. Вы знаете, у меня был очень тяжелый опыт позапрошлогодний. И то, что вы говорите, это меня настораживает. Я объясню, почему. Позапрошлом году я был на Украине и был на Громодянском их телевидении оппозиционном. Это было до... Еще Янукович был президентом вот буквально в дни Майдана, когда Януковича свергли. Я им говорил, послушайте, вот вы сейчас кричите, что Беркут это вот найми ты там, Россия. Это ваши соседи. У них другая точка зрения, у них другой уровень образования, у них другой уровень. Но они ходят в те же магазины по тем же улицам. Если вы не поймете, что это ваши соседи, которые просто думают по-другому, у вас будет война. Говорил я до свержения Януковича. Мне говорят, нет, это бандиты в погонах, это менты поганые и так далее. Послушайте, это человек, с которым с вами курят на соседней клестничной летке. Он стоит в одной очереди с вами в булочной. Что вы говорите мне? И вот то же самое вы сейчас мне говорите. Я то же самое вам повторю. Это ваши соседи. Вам интересно, Дмитрий Львович Быков и его рассуждения о Картасаре? Получите Дмитрия Львовича. Вам интересно послушать, в какой город кто ездит и куда посоветует поехать? Получите вот этот совет у Ореха. Вам интересно типичный случай, как ведут себя семьи водни Ольги Журавлевой? Получите Ольгу Журавлеву. Поймите, пожалуйста, вы меня сейчас толкаете к тому, или вернее имеете точку зрения такую, что я должен из эха сделать партийную радиостанцию. партийную не в политическом смысле этого слова, не в политическом, а в интеллектуальном. У кого IQ ниже 100, до свидания. Найдите мне 100 быковых, это будет одна радиостанция. Так не будет. Вот уровень человека ведущего определяю я. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте меня, пожалуйста. Вам не нравится... Слушайте, это то же самое. Вы входите в магазин. Секунду. Не надо спорить, для кого умнейший, для кого глупейший. Да, вот разные точки зрения. С кем я работаю? А эти двое? Юр. Передовку правил, на рыжку негодяй. С кем я работаю? Да. Значит, еще раз. Еще раз. Вы входите, вы входите в универсам. И если вы вегетарианец, вы не идете в мясной отдел. Ну, не слушайте вы ореха. А вы не слушайте Быкова, а вы не слушайте Вниктова. Это же магазин. Вы приходите, я знаю людей, которые приходят на одну перед нацену победы, которую Виталий хочет закрыть каждый год, а я не даю ему закрыть. Потому что мы знаем, что каждую цену победы в Москве слушает около 127 тысяч человек. А некоторые мне пишут, это там не историки выступают, там выступают дилетанты, там идиоты, ничего не знают и так далее. Поймите, пожалуйста, это вкусовщина. Я, например, вы будете смеяться, я, например, наши туристические передачи слушаю, потому что я езжу, и оттуда рекламные передачи, я оттуда беру, куда пойти, чего сделать. Я беру пользу, я беру информацию. Поэтому уровень ведущих, я приведу последнее, что я скажу, приведу последнюю фразу, которую я все время повторяю. Вы знаете, был такой в Российской империи, государь-император, незаслуженно оболганный, Павел Петрович, Павел I. Ему приписывается гениальная фраза, которую я взял на себя, руководя этой радиостанцией. Он говорил, якобы, в этой стране дворянин тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю. Так вот, на этой радиостанции работают те журналисты, которые я там верил, потому что я знаю их способность, вот ту часть аудитории, давать пользу, давать пример. Вам он без пользы, ну и ладно. Здесь масса бесполезных предметов, например, каббалат. И что теперь? Он для иллюстрации. Далее. Спасибо, друзья. Мы, к сожалению, уже больше часа в эфире. Давайте еще два вопроса. В эфире? Вот здесь вопрос. И вот здесь, если коротко, два вопроса, да, и мы потом будем подписывать книги. Пожалуйста. Алексей Алексеевич, здрасте, Нина Москва. Алексей Алексеевич, я помню, как вы прокомментировали в сердцах расстрел Белого дома. Помните ли вы, что вы тогда сказали и согласны ли вы с этим? Конечно, не помню. Вы сказали, что это конец демократии. Конечно, я оказался прав. И второй вопрос. Орех чудо мне не дает покоя, кому подражает он, когда рекламирует свою ночную передачу. Это Гармашу, когда он говорит один орех. Чей голос он? Это его голос. Нет. Мы же не актеры. Но значит, Гармаш ему подражает. Сказали, что Гармаш актер, ему легче прикинуться ореху, чем орех об Гармашом. Ну, правда. Спасибо. И еще один вопрос. Я поздравляю любимую радиостанцию с юбилеем. И вопрос. У меня к вам-то вопросы. Первый вопрос. В вашей рекламе звучит одно слово. Непонятно. Я, конечно, боюсь показаться серым валенком. Что такое сонда Ландрит? Ну, вы рекламируете, когда 25 лет эхо, вы говорите, что вы будете показывать все то, что у вас было в интернете. Сонда Ландрит. Что это такое? Вот. И потом второй вопрос. Вот у вас есть такая реклама. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Кто это говорит? Вот два вопроса, пожалуйста, ответьте на них. Орех. Или гарбаш. Гарбаш. Я не знаю. Послушайте. Послушайте. Вы представляете себе главного редактора, который вот как коллега 24 часа слушал. Я бы вообще в жизни не слушал их. Потому что я все заранее, как говорит Леша, знаю, что они скажут. Особенно, что касается рекламы и саморекламы. Поскольку, как я понимаю, последний вопрос был. Во-первых, я хочу сказать спасибо. Во-вторых, я хочу сказать, что по поводу молодежи вспомнил еще одного нашего слушателя. Я тут в Лондоне встретил Павла Дурова, который создатель ВКонтакте. И первый раз я с ним познакомился. Мне интересны вообще эти люди, которые творят 21 век. Мне они совсем интересны. Они совсем какие-то марсиане. Он начинает быстро говорить. Половину слов я не понимаю, а половину я не разбираю. Но что было интересно? Он говорит, Алексей Алексеевич, вы знаете, какое эхо Москвы имеет отношение к ВКонтакте? Я говорю, Павел, откуда я могу знать? Эхо Москвы, я вообще не ВКонтакте, чтобы было понятно. Я вообще не знаю, что это такое. То есть я представляю, но не знаю. И он говорит, вот я был маленьким, у меня дома слушали Эхо Москвы. И мне запала ваша реклама в полном контакте с вашей информацией. И отсюда пошло название сети ВКонтакте. Я говорю, Павел, врете. Он говорит, зуб даю. Я говорю, вы же питерские, это московские слова. Говорят, я и в Москве жил. И тут я поверил. Поэтому мы остаемся с вами в полном контакте, в том числе с вашей информацией. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Дорогие друзья.